Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я очень рада всех своих любителей, ценителей парфюмерии вновь приветствовать у себя на канале. Если есть те, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Элла. И здесь у меня в основном все про парфюмерию, про духи, ароматы, парфюмы. Ну и, дорогие мои, я наконец-таки, в общем-то, собралась, чтобы сделать вместе с вами распаковку прекрасных парфюмерных наборов от марки Versace. Я специально собирала вот по маркам три шикарных парфюмерных набора, которые у меня вот появились за последнее время. Мы с вами откроем, я делаю уже анонс. В общем-то, все покажу, расскажу, поделюсь своими впечатлениями. Если вам это интересно, будьте сегодня со мной. Кто увлечен, так же, как и я, гостя по парфюмерии, но не подписан на мой канал, подписывайтесь. Буду всем очень рада. Ну и, как обычно, друзья мои, устраивайтесь поудобнее. И давайте начинать! Ну и, дорогие мои, сегодня, наконец-таки, мы с вами откроем вот поистине шикарные парфюмерные наборы от марки Versace. Это итальянская марка, парфюмы, которые я обожаю, некоторые ароматы мои любимые. Но сегодня у меня будет вот три набора и три таких ходовых аромата этой марки. И я уже делала анонс в своем телеграм-канале, что мы с вами будем распаковывать. Наконец-таки вот я собралась, кстати, друзья мои, кто не подписан на мой телеграм-канал, если вам это интересно, там я выкладываю свои новости более мобильно, можете под видео подписаться. Вот там, где название видео есть, краткая информация, там есть такая еще стрелочка «Еще». Вы нажимаете на нее, открывается полностью вот все-все-все то, что вот информация, то, что называется инфобокс, там есть ссылка на мой телеграм-канал, потому что многие, как я выяснила, не знают, как открыть этот инфобокс. Ну и давайте о наборах. Начну вот действительно с самого ходового аромата. Ну вот все знакомые, конечно же, с этим парфюмом не удержалось, купила. Огромные скидки были на эти вот наборы, 50%. Я вам говорила, у нас вот первой половины января были скидки на вот эти шикарные наборы. И поскольку у меня вот этот набор, который мы откроем, конечно, многие узнали по цвету, это Bright Crystal от Versace аромат. Сейчас мы его откроем, покажу, что в этом наборе. И хочу сказать, что, вы знаете, этот аромат, конечно, очень ходовой. Кто-то его любит, кто-то не любит. Кто смотрит меня давно, я вам говорила, что с этим ароматом у меня была такая долгая история нелюбви. И когда он только вышел, я на него очень сильно тоже фукнула. Бывает такой период у парфюмоняка, когда что-то вот не понравилось, и ты обходишь стороной этот аромат. Потом я по-другому на него посмотрела, мы с ним подружились, и я с удовольствием весной пользуюсь этим парфюмом. Давайте сначала открою, покажу, что здесь. Ну и потом расскажу вот историю моих взаимоотношений с этим ароматом. Во-первых, коробка, да, очень красиво, вот в стиле Versace, в духе вот этого шика такого, да, модерн-шика. Все вот это вот с узорами, вот этими классическими Versace, еще со времен Gianni Versace. Вот этот такой узор, ассоциация просто с этим брендом. Ну и здесь, дорогие мои, была 50-очка, 50 мл вот этот флакончик, который тоже визуально все, конечно, ну, парфлюбицели знают прекрасно. Здесь крем для тела, то есть бозе, лосьон, вот, да, то есть ароматизирован в том же вот такой же композиции, как и сам парфюм. И гель для душа, то, что классический набор, но эти мы позиции не будем доставать. Давайте сразу достанем этот аромат. И я почему, друзья мои, вот говорю всегда, и в каждом видео, когда показываете наборы, говорю о том, что в них парфюм обходится гораздо бюджетнее. Ну и, конечно, с 50-ти процентной скидкой, сами понимаете, что вот эта 50-очка, 50 мл в этом наборе обошлась дешевле, бюджетнее, чем если бы я купила вот 30-ку сейчас отдельно, да, то есть этот объем даже обошелся дешевле. Поэтому парфюмерные наборы всегда очень-очень выгодны, даже если не 50%, но все равно их выгоднее покупать. Так что обращаю на них внимание. Ну и, дорогие мои, сейчас хочу немножко сказать об этом аромате. Уже говорила, что я не сразу его полюбила. Вот, вы знаете, давайте так, у каждого парфюманьяка бывает такой вот период, такой, когда мы начинаем слишком увлекаться каким-то селективом, нишей и начинаем, знаете, так воротить нос от люкса. Ну вот, сознайтесь, наверняка у каждого такое было. У меня такой период тоже был, когда я вот ушла в нишу, думала, вот, вот эти ароматы, ни на что не похожи, никого таких нет, как интересно, какие-то странные запахи. Вы знаете, вот чем больше углублялось, тем больше какая-то, знаете, такая каша в голове, какие-то вот... И тем более радостным было возвращение к люксу, вот когда, знаете, потом вдруг тебе надоедает вся эта тяжелая ниша, и ты с такой радостью возвращаешься к понятным обычным вот люксовым ароматам, вот в этот период как раз я заново потестила вот этот парфюм, к тому же парфюмерам этого аромата. Вышел, кстати, этот аромат в 2006 году, то есть он уже такой долгожительном парфюмерном рынке. Из-под пера моего любимого Альберто Мариллиаса, что я до этого не знала, а потом, как узнала, сразу, сразу решила, что этот аромат мне нужен, и я его, естественно, полюблю. Я люблю, обожаю этого парфюмера, и вы знаете, действительно уникальная, цветочно-фруктовая, с каким-то характерным, кристальным, звонким звучанием, я бы сказала, даже колким аромат. Вы знаете, и не случайно, здесь очень интересные ноты. Старт – это юзу, такой терпкий, яркий цитрус, гранат, все вы знаете, яркое звучание такой кислинки граната, и нота льда. Вот, казалось бы, как передать в аромате ноту льда? Так вот, этот парфюм, вот именно он называется Bright Crystal, то есть сверкающий кристалл. И для меня это вот кубик сверкающего на солнце тающего льда. Вот настолько действительно передана вот эта какая-то прохлада, и вот эта вот цветочная, такая белая цветочная свежесть. Какая-то, прям, знаете, гротесковая свежесть, действительно какая-то вот ледяная. Поэтому, мне кажется, очень удачная композиция вот в этом плане. Аромат очень яркий, очень с длинным шлейфом, таким насыщенным, его узнают. Он очень узнаваемый. И почему я от него воротила все время нос, мне он казался каким-то слишком банальным, слишком простым. Ну, тем более для такого, знаете, как всегда, когда вот эта вот мания начинается, ну, не величие, а вот этого увлечения ниши в парфюмерии. Ой, зачем мне такой банальный аромат? А вот сейчас, друзья мои, я хочу сказать, что по весне очень люблю этот парфюм. Он действительно как вот тот же глоток вот этого весеннего воздуха, причем такого прохладного, когда весна только начинается. Когда, знаете, вот звучит капель, распускаются первые почечки. И вот этот яркий такой тоже вот с льдинкой аромат, прям как не за лучше. Ну, и мои любимые цветы в сердце. Здесь красиво передана нота пиона. Действительно, вот розовый пион, то, что касается цветочности в этом аромате, который, знаете, оценят яркие белые цветы магнолия и лотос. От этого вот это звучание пиона такое звонкое, насыщенное. И вот эта вот свежесть, вот эти белые цветы дают звучание этому пиону какую-то очень-очень такую вот именно бело-цветочную свежесть. Ну, и базы здесь достаточно мускуса. Махагония – это древесная нота и нота амбры. Вы знаете, вот мускус тоже дает этому аромату вот эту белую, белый вот этот мускус, вот эту звонкость чистоты. Прошу прощения за посторонние звуки. Соседская собачка всегда гавкает, когда я снимаю визу. Я к этому уже привыкла, надеюсь, вы тоже. И, друзья мои, вот этот аромат, вот просто это какое-то звонкое, такое, знаете, действительно весеннее звучание вот ручейка весеннего, да, оттающих вот этих вот снегов, когда вот все цветет, начинают первые какие-то ароматы в воздухе витать. И вот этот аромат такой, действительно, с жидинкой, свежий, яркий такой, бодрящий, с красивым шлейфом, на который очень часто делают комплименты. Поэтому, кто еще не познакомился, пусть вам тоже кажется, что это слишком банально, познакомьтесь с этим ароматом. Может быть, он вам не понравится, вот как и мне когда-то. А потом вот вдруг я не скажу, что я прям, знаете, вот ношу его прям вот не снимая там неделями, нет. Ну, вот иногда выходку я с удовольствием вот этот аромат ношу. У меня была тридцаточка, она уже наполовину отпита. Но вот я решила, раз такая скидка, куплю себе в запас еще вот эту пятидесяточку, потому что это весной та тридцаточка у меня точно уйдет. В общем, довольна, что купила этот набор. Друзья мои, давайте к следующему перейдем. Наверное, к следующему покажу уже другой аромат из этой же линейки кристаллов. Так, давайте уберем, чтобы у меня тут не завалилось. Кристалл Нуар, то есть парфюм, который тоже очень многим знаком, очень многие его любят. Это один из самых комплиментарных ароматов, я считаю, в марке Висаччи. И это уже такой, да-дам, огромный просто набор. Я вот как раз в Телеграме выкладывала фото с такой красивой, покажу обратную сторону, вот такой сумочкой-косметичкой, вот такого яркого, сиреневого, какого-то цвета лилового. Сейчас мы вживую достанем. Во-первых, у Висаччи все, дорога богата. Вот этот орнамент, который я вам говорила, да, то, что ассоциация с маркой Висаччи, с головой медузы Горгоны, да, это фирменный уже, скажем так, вот этот вот орнамент бренда Висаччи. Ну и давайте вот так открывается вот эта обложечка, да. Ой, шикарные прям эти наборы. Я хочу сказать, что здесь, друзья мои, аж 100 миллилитров вот этого черного кристалла, кристалл нуар парфюма. И по цене он тоже обошелся в этом наборе дешевле, бюджетнее, давайте так будем говорить, красивее слово звучит, чем 50-ка отдельно покупать аромат 50 миллилитров. Ой, боюсь, что, знаете, так открываю аккуратно, чтобы мне там ничего не вывалилось, потому что слышу там что-то телепается. Вот так вот снимаем эту крышечку красивую, и вот так выглядит этот набор. Сейчас покажу косметичка вот этого яркого цвета, сейчас мы достанем вот эта сотка. И давайте так сначала достанем вот эту сумочку. Я вам покажу эту красивую такую, знаете, это такая как сумочка-косметичка, где лежат еще два, опять же, вот крем для тела. Видите, как они завернуты, упакованы на бумаге вот этот все, логотип Versace. Все очень шикардосно прям. Так, это крем для тела, вот так выглядит ароматизированный. Ой, красивый. Кстати, вот крем для тела, Crystal Noir, он очень дает красивую такую прям, знаете, очень соблазнительную вуаль от тела, который слышится после душа. Я люблю наносить этот крем. И вот такой, конечно же, гель для душа. Все по 100 миллилитров вот эти, да, вот эти тюбики. Ну и сама сумочка, конечно, миленькая, такая хорошая. Тут вот кармашки, видите, какой яркий цвет. Конечно, не скажу, что это прям сумочка. Я, наверное, буду смешно смотреться, если куда-то пойду с такой сумочкой. Как-то не соответствует, да, когда тетя такая вот сумочка, какой-то в стиле такой, знаете, Barbie Girl, да. Но как косметичка очень удобно. Она, видите, какая объемная, такая вместительная. Здесь вот кармашки и вот этот на молнии. И вот здесь боковые кармашки. В общем, классная она. И с такой тканью приятной. Знаете, ее мыть хорошо. Она такая вот как с непромокаемой такой тканью. В общем, такая приятная, яркая. Хотя ее можно и под какой-то яркий летний вечерний наряд. Можно ее как и маленькую сумочку. Ну, не знаю, конечно, это дело каждого. Но приятная. Кстати, в прошлом году была у Versace прям такая маленькая черная сумочка. Если найду фото, выложу вот в этих наборах. Тоже классная на цепочке. Вот действительно такой вечерний вариант. Тоже можно было купить. Но в прошлом году я удержалась. В этом году нет. Ну и давайте, друзья мои, аромат. То, что нам интересно больше всего, это, конечно же, парфюм. Вот такой огромный этот черный кристалл. Я тоже о нем говорила, что не сразу у меня к нему возникла такая любовь. И повторюсь, что это один из самых комплиментарных, чувственных, манких, женственных парфюмов, которые мужчины, ну, просто теряют голову. Вот правда, проверено за последнее время. У меня тоже была тридцаточка. И еще хочу акцентировать. У меня вот эта туалетная вода. Вот в этом наборе. Оде Туалет. И то, что у меня было тоже. Парфюмерная вода этого аромата, она не, конечно, похожа к звучанию, но меня немножко душила своей кокосовостью. Вот в парфюмерной воде есть нота кокоса, которая меня прям вот душила, вот эта нота. Вот в Туалетной воде, чем мне нравится, несмотря на то, что звучание похоже, все-все вот сохраняет, вот эту манкость, женственность. Но нет вот этой удушливой ноты кокоса. Здесь красивая белая горденья, которая заключена, вы знаете, такой, такой обрамлена, как вот такой вот рамкой, вот этими специями. И черным перчиком, и кардамоном моим любимым, и таким тонким звучанием имбиря. И вот эти красивые нежно-белые цветы, цветок апельсина, горденья, все вот в этом обрамлении. А база это сандал амбре мускус. Так вот здесь вот эту как бы молочную кокосовость, да, вот эту нотку такую, дает именно звучание молочного сандала, что сглаживает, вот нивелирует. Нету такого удушливого звучания, он более такой легкий, более какой-то, знаете, такой лицящий, полупрозрачный, не такой удушливый. И от этого для меня носибельный. Я его люблю, ношу, и действительно он собирает комплименты. И я, знаете, вот нисколько не задумывалась, когда увидела такую огромную скидку на такой набор. Поскольку 30-очка у меня стала стремительно уменьшаться, у меня она единственная вот была. Я ее повторяла уже, кстати. Я решила, что сотку закажу, хотя при моем количестве парфюма очень маленький расход. Сотки я уже давно стараюсь не покупать, но наборы шли вот только с этой соткой. Были с 50, вот такой же набор, как я вам показывала, вот этот вот Bright Crystal с 50-очкой, да. Но мне уже очень хотелось вот эту вот тоже сумочку. Знаете, вот как мы женщины, да, падки. И вот на это все-таки Versace, они просекли вот психологию женщины. И вот эти вот, как начали они вкладывать вот эти сумочки косметические. Ну, в общем-то, женщины, конечно же, с большей радостью, с большим энтузиазмом покупают. Ну и, друзья мои, это, конечно же, отступление. Отдавается и последний набор. Перейду к еще одному аромату, который я люблю от Versace. Я об этом говорила. У меня тоже есть этот аромат в коллекции. И это тоже вот такой огромный большой набор. И это аромат Дилан Блу. Вот от Versace, Пурфем, Дилан Блу. Красивый такой, красивый кобальтового цвета в лаконе Амфори. Также открывается этот парфюм. Снимаем, да, вот эту обложечку. И такой же, в общем-то, набор, как и предыдущий, который я показывала. 100 мл самый большой объем аромата. Сейчас покажу, так, чтобы не... В общем-то, все эти коробки, они стандартно украшены. Вот так выглядит этот набор. Вот этот красивый флакончик. Сейчас мы его достанем 100 мл. Такая же косметичка с таким же джентльменским набором. То есть там тоже, я думаю, крем для тела. И к гель-душу. Сейчас мы посмотрим. Давайте проверим. А вдруг что-то не доложили, да? Точно такая же косметичечка. Не удержалась, думаю, одну подарю. У меня есть кому подарить. В общем-то, потому что она миленькая, хорошенькая. Вот такая. Ну и хочу сказать, что набор с этой косметичкой, с этой скидкой был не намного дороже, чем вот с 50-ки с кремами без сумочки. Да, вот они, эти крема. Но мы их даже не будем разворачивать. В общем-то, они то же самое. Вот это Dillon Blue. 100 мл крем для тела. И 100 мл гель-додуша. Ну и точно такая же вот эта косметичка-сумочка, которую я показала. Нет, друзья мои, все-таки она хорошенькая. Видите, тут ее можно вот так растянуть. То есть она, оказывается, вот так может раскрываться. Аж вот такой размер, да? Она закрывается. Или вот так ее стянуть. И она тогда как мешочек такой. В общем, хорошенькая и очень жизнерадостный цвет. Я люблю такой яркий цвет. Такой лилово-сиреневый. Ну и давайте к парфюму. Нас интересует, как всегда, в большей степени парфюм. Вот это красивое, кобальтово-синий цвет, насыщенный. Видите, я на просвет покажу, потому что кажется, что это черный. На самом деле, это действительно такой кобальтовый синий с золотом. Там царское сочетание. Я вам всегда говорю, что вот мне нравится голубой с золотом, синий с золотом. Это действительно королевское сочетание цветов. И флакон красивый, украшен он вот этой вот головой медузой горгоны. Крышечка тоже. И давайте я обновлю, нанесу этот парфюм. Я про этот аромат говорила. Кто-то мне, кстати, писал в комментариях, когда я рассказывала про Dylan Purple. Как раз новый парфюм. Выложу фото. Вот Dylan Purple, который вышел. Вот тоже есть набор с этой косметичкой. Но, к сожалению, он был уже распродан. Именно вот под цвет того флакона. Вот это вот как раз цвет этой косметички. Но, к сожалению, уже с косметичкой вот именно Dylan Purple новый, новинка прошлого года мне не досталась. Но я и люблю вот этот самый первый, Dylan Blue. Это очень такая, знаете, интересная своего рода, простая, незатейливая. Тоже фруктово-светочная композиция с такими разнопланным звучанием цветов, фруктов. Я сейчас скажу о них. Которые, в общем-то, мне нравятся. Хотя многие могут сказать, что, знаете, это что-то такое непнятное. Давайте так нанесу. Три холостых. И не совсем характерная. Может быть, кому-то не понравится. А мне вот этот парфюм нравится вот этим. У него тоже такое приятное звучание. И очень интересные ноты. Я сейчас быстренько скажу. То, что мне нравится, сочность старта. Это вот мое любимое зеленое яблоко Грени Смит. Которое всегда дает такую сочную кислинку. Такую, знаете, насыщенную вот фруктовую яркость аромату. Плюс еще нота, которую я обожаю, черный сморозиный. Который дает своего рода уже сластинку. Да, если яблоко дает кислинку, вот эту зеленую. Нота клевера, нота незабудки. И, интересно, зеленая нота шиса. Ну, это лист зеленый. А вот то, что касается клевера и незабудки, это такие полевые цветочки. И, вы знаете, вот это меня очень впечатлило, когда я ознакомилась с пирамидой. Мне было интересно, как же можно передать, вот как пахнет незабудка. Я вам выкладывала где-то вот их телеграмм. У нас сейчас вот очень красиво цветут прям целые ковры вот этих незабудочек. Вот этих синеньких, вот этих милых цветочков голубеньких. Я обожаю их. И, вы знаете, я их пыталась нюхать, разнюхать, но ничем они для меня не пахнут, правда. Поэтому я не знаю, как пахнет эта нота в парфюмерии. Но нота клевера, вы знаете, тоже такое чуть медовое, сладковатое звучание. В общем, это стартовые ноты. Сейчас сразу скажу пирамиду, потом скажу о своих ощущениях. В сердце это еще одна фруктовая нота персик, нота питалия, которая сочетает в себе звучание пиона и розы вместе. Плюс еще дополнительная нота шиповника, розы и жасмина. И база это опять же мускус, светлое дерево, стиракс это смола и почули, чувственная нота почули. Вы знаете, вот пирамида довольно большая, такая, знаете, интересные ноты, редкие ноты, в частности вот эта шиса, да, незабудка. Но звучит аромат вот приятным, каким-то тоже легким, не совсем компотом, но таким приятным, с женственным шлейфом ароматом. Вот ничего выдающегося, но в то же время, как я всегда говорила, простенько и со вкусом. Этот аромат мне нравится. У него, конечно, такая чуть, довольно чувственная мускусность, вот она слышится, белый мускус, не плотский, не грязный мускус, а именно белый, такой пушистый, он довольно яркий. Он потом немножко замыливает в конце вот все ноты, но это тоже для меня не страшно, не портит этот аромат. В общем, впечатления мои от этого парфюма всегда какие-то приятные. Вы знаете, аромат, который не давлеет над тобой, не мешает тебе, в течение дня ты абсолютно вот нормальный вечером и утром прекрасно его переносишь, и вот все равно в нем что-то такое приятное есть, вот эта фруктовация точно. В общем, люблю я вот эти амфоры, вот всю линейку этих амфор у Versace люблю. Люблю и оформление, вообще я, наверное, какая-то вот фетишистка в парфюмах. Люблю красивые флаконы у Versace, это всегда шик, блеск. В общем, красивый флакон. Я довольна, что у меня, у меня, кстати, маленькая тридцаточка, он, конечно, миленький флакончик, но вот эта уж такая королевская амфора, аж 100 миллилитров, будет у меня тоже в запасе, потому что, если честно, я боялась, что именно сейчас выходят новые вот эти, вышел вот этот Дилан Пеппол, о котором я говорила, туркуаз в прошлом году. Боюсь, что этот первый скоро уйдет из производства, поэтому я запаслась уже конкретно. Ну, друзья мои, все, это было вот три таких аромата от Versace, я хотела все-таки какие-то наборы вам показать, показать эти прекрасные сумочки. Мне сам уже не терпелось достать, туда что-то уже набить. В общем, пишите в комментариях всегда, что, как всегда, что хотите. Если что-то из этого понравилось видео, ставьте лайк, мне это всегда очень приятно. Напишите, знакомы ли вы с этими ароматами ваше мнение. Буду всегда рада обратной связи. Ну, и надолго с вами я не прощаюсь, друзья мои. У меня еще не все наборы закончились, правда. Еще есть разнобой вот некоторые наборы довольно интересных ароматов. Их мы тоже откроем. Ну, и, конечно же, другие темы визита тоже будут. Всех вас люблю, друзья мои. Хорошего вам уже такого, знаете, весеннего солнышка, радостного весеннего настроения. Всех люблю, еще расскажу. Всех целую. Всем пока, мои дорогие.